Зима 2018 испытала на прочность не только нервы ивановцев, но и возможности городского бюджета. На устранение последствий так называемого снегопада века город тратил примерно по миллион рублей в день. В феврале нам обошелся город городскому бюджету порядка более 28 миллионов рублей. То есть в целом работа одного звена составляет примерно более 100 тысяч рублей, но это по вывозу снега. Ну нужно понимать, что кроме вывоза снега еще много каких видов работ производится. Зима научила тому, что милости от погоды ждать бессмысленно. Необходимо готовиться к природным сюрпризам заранее. Потому уже сейчас обдумывают и предлагают к внедрению новшества, которые помогут следующей зимой избежать коллапса, а возможно и существенно сэкономить. Члены общественной палаты уже выработали ряд предложений. Большие средства выходят на перевозку снега, именно вывоз его на свалку. Уже в современных условиях применяются снегоплавильные элементы, которые позволяют сэкономить на этом деньги. У нас пока этот вопрос рассматривается. Но он рассматривается, возможности современного способа утилизации снега в зимний период. Конечно, сэкономит деньги такой способ и увеличит качество работ по зимнему содержанию. Вопрос этот сложный и требует детальной проработки на всех уровнях. К следующей зиме проект реализовать вряд ли удастся. Но задуматься важно уже сейчас. О том, чтобы платить проще, припаркованный на обочинах транспорт еще одна серьезная проблема. Объявления в СМИ, обращения чиновников и уговоры не работают. Автомобилисты заставляют обочины транспортом, от чего страдает качество уборки. Техника направляется на определенные участки автодорожной сети, где есть наибольшие сложности. Конечно, когда звено туда подъезжает и видит, что невозможно либо в целом осуществить мероприятие по уборке, либо только частями, фрагментарно, это, конечно, неудобно, потому что приходится это звено выпускать на следующий день и так далее, ловить, как говорится, в удачный момент, это тоже не всегда просто. Общественники обдумали также вероятность внедрения принудительной эвакуации транспорта, мешающего с него уборочной техники. Не обязательно на штрафстоянки, возможно, просто в ближайшие дворы. Есть опыт такой в соседних регионах, когда транспортные средства не эвакуируются, потому что вроде как ничего не нарушает водитель, а просто переставляются. То есть убрали, переставили на чистое место и дальше убирают. Но у нас пока этот вопрос законодательно не проработан, тоже члены общественной палаты, мы рекомендовали этот вопрос проработать на законодательном уровне, чтобы с точки зрения правовой возможно было это осуществлять. Еще одно новшество уже начинают реализовывать. Устанавливают знаки, запрещающие парковку почетным или нечетным дням. Это должно помочь разгрузить улицы от транспорта. А нарушители попадают в зону ответственности инспекторов ГИБДД. Опыт показал, что на ряде улиц это помогает действительно хотя бы частично решить проблему. Вот сейчас улица Лежневская в том числе у нас уже зашла определенные участки, которые вызывали проблему. Посмотрим, дальше понаблюдаем, как это будет способствовать. На узких улочках в ряде случаев такая схема реализована, помогает. На ряде улиц технически не всегда возможно установить знаки, потому что мы тоже должны понимать, что и у людей будут сложности с парковкой. Просто есть районы, где людям, кроме как на проезжей части, не запарковаться даже жителям. В таких случаях планируют устанавливать временные знаки только на время проведения снегоуборочных мероприятий. А еще в некоторых регионах безответственных водителей штрафуют за оставление автомобилей в зоне уличной уборки. Но это довольно сложный механизм. Его реализуют пока в основном в мегаполисах. На разработку и вступление в силу новых правил в Иванове есть еще по меньшей мере 8 месяцев. Посмотрим, что поменяется к следующей зиме.